Мишель Фрейд. Примирить душу и тело. Телесные практики для жизни без болезней и стресса. Мы всё время мчимся вперёд. Общество навязывает свои правила что-то делать, никогда не останавливаться, думать обо всём и сразу, быть гибкими, учиться новому, всегда быть в форме, выглядеть моложе. Иными словами, проявлять чудеса изобретательности и приспособляемости, чтобы наши запросы соответствовали требованиям реальности. В погоне за признательностью и стремлением чем-то обладать, мы бежим быстро, не оставляя время для пространства и тишины. В таком ритме мысли путаются, мы постоянно напряжены как физически, так и психологически. В состоянии стресса мы реагируем неадекватно, так как у нас нет времени для правильной оценки ощущений и принятия обдуманных решений. Наше тело, находясь под воздействием этих эмоций, выражает своё замешательство через дискомфорт. Нас начинает преследовать бессонница и другие расстройства. Чтобы заглушить свои страхи и избежать борьбы с самим собой, мы прибегаем к крайним мерам. Алкоголь, сигареты, игры, фастфуд, наркотики, медикаменты. Это всё пагубно влияет на организм и отражает наши проблемы. Чтобы уменьшить источники стресса, нужно сохранять своё внутреннее пространство. Тогда будет больше времени для отдыха, и вы станете понимать, что чувствуете. Нужно научиться принимать свои ощущения и чувствовать себя с ними лучше. Сафрология, как метод самопознания, помогает найти путь к себе. Техники, основанные на расслаблении, дыхании, визуализации и позитивном мышлении, способствуют гармоничному развитию наших физических и психических способностей. Вы научитесь лучше чувствовать своё тело и сможете обрести внутренний комфорт. Наладите сон, улучшите память, станете внимательнее и начнёте управлять своими эмоциями. Как результат, обретёте веру в себя. Это книга для тех, кто стремится использовать все свои внутренние ресурсы, чтобы развить креативность, находить решения трудных проблем и преодолевать страхи. Книга для тех, кто хочет обрести внутреннюю гармонию и радость в жизни. Упражнения из книги помогут вам снять физическое и умственное напряжение. Вы перестанете растрачивать энергию впустую и будете чувствовать себя лучше. «Современным мужчинам и женщинам не хватает внутреннего спокойствия, безмятежности и радости жизни», — пишет Карл Фрид Дюрк Гейм. Ещё в 306 году Эпикур утверждал, что счастье достижимо и заключается в отдыхе тела и радости жизни. Забота о себе, о своём теле в наши дни слишком тесно связана с идеалом эстетического совершенства, где акцент делается на внешней оболочке, видимости в ущерб внутренней культуре, которая остаётся на заднем плане. Наше общество придаёт большое значение телу, но поскольку оно является олицетворением всевозможных желаний, его обесчеловечивают и разделяют на части. Греческий корень «сос» — слово «софрология» — означает согласованность, гармонию. Открывая путь различным состояниям сознания, «софрология» оптимизирует все наши ресурсы, чтобы достичь лучшего восприятия тела и жизни. Это осознание себя даёт реальное чувство равновесия в глобальном смысле и позволяет выйти за пределы одной лишь внешности. Через простые жесты и позы мы становимся более восприимчивыми к своему телу, что позволяет жить с ним в гармонии, получать удовольствие и обрести радость от наслаждения жизнью. Душевный комфорт — это не только хорошее настроение, но и полнота ощущений. Даже если мы не научились относиться к себе с добротой, всегда можно начать постепенный процесс изменения благодаря упражнениям, предложенным в этой книге. Мы все не стоим на месте, и развитие является частью завтрашнего дня. В наших силах открыться новому, чтобы изменить своё поведение и приобрести другие привычки. Примирить душу и тело — это предоставить себе свободу находить спокойные моменты в повседневной суете и слушать свои истинные желания, встречаться со своими эмоциями, наблюдать за тем, что происходит внутри нас, вокруг нас, слушать изнутри. Это позволит всем органам чувств вернуться к жизни, а нам — обрести гармонию с самим собой. В целом это новое искусство жизни, позволяющее смотреть в будущее спокойным и уверенным взглядом. Никакая внешняя прелесть не может быть полной, если она не оживлена внутренней красотой. «Красота души разливается подобно таинственному свету по телесной красоте», писал Виктор Гюго.